здравствуйте сегодня наш рассказ об одном очень удивительно человеке из мира шоу-бизнеса человеке который вообще-то на многих производил впечатление отрицательное связано это было в первую очередь с ведением дела его манера ведения дела речь пойдет о херби коэне херб коэн ну давайте откровенно наш любимейший персонаж из мира рок-музыки фрэнк заппа своей замечательной автобиографии очень нелестно говорил о херби коэне но тем не менее его крылатая фраза что он позволил нам перебраться с уровня нищеты на уровень бедности запомнилась надолго то есть тем самым за подает понять что несмотря ни на что он его признает как толчок который осуществил коэн для творческой деятельности за по его группы маза вейшн который в общем-то было сборищем фриков но давайте по порядку херк коэн уроженец нью-йорка родился он 30 декабря 1932 года в семье бравой папа у него был военный наверное это на воинственность вошла к нему в кровь ген гены знаете ли и эти самые гены толкнули его на то что в 17 лет 49 году он отправился служить на флот одни говорят что был морским пехотинцем другие что где-то там в общем-то и по пожарной части участвовал но то что он поплавал в районе года на судне на суднах так это факт демобилизовался в пятьдесят втором году и в общем-то особо даже не знал что ему и делать потому что время было очень и очень своеобразная америка тогда переживала так называемую эпоху маккартизма были гонения на видим боролись страшно с коммунизмом везде видели заговоры сплошных врагов поэтому ситуация была сложная поработала на вышибалой в баре несмотря на свой маленький рост и букмекерской конторе в общем-то в конце концов он увлекся фолк музыкой тогда в америке началось фолк движения возрождение народных традиций в общем-то это пошло с луди гатри как яркого представителя этого и пит сегера так вот подвязался херп коэн на организации концертов питта сегера пит сегер это был рупор тогда народной америки даже в советском союзе его пропагандировали за якобы откровенно левые взгляды но это было на самом деле далеко не так но тем не менее из-за питта сегера он и пострадал он подвязался в нескольких клубах организовывайте концерты в общем-то к тому времени он уже это середина 50-х годов переехал калифорнию и сумел даже организовать свой бар клуб можно даже сказать где был и разлив что людей устраивала и музыка на музыкой и читали поэзии в общем то такой вы знаете интеллектуальный центр небольшой клубы эти за юникором и космейли сохранилась это 50-60-е годы времечко было очень интересное кстати мы вам очень горячо рекомендуем настоятельно посмотреть мы этот фильм уже упоминали наших роликах но это фактически энциклопедия той жизни фильм боба фосса ленни где лени брюса выдающегося комика чтеца сыграл дастин хоффман фильм этот классный он очень хорошо показать атмосферу и конечно херп коэн был знаком с лени брюсом очень и очень близко но до этого произошло очень интересное событие фактически коэна выдавили из страны потому что он попал под обвинение в организации концертов левацкие настроенных музыкантов в том числе пита сигара и из америки уехал тут конечно конец 50-х начало 60-х годов все покрыто очень большим мраком где он был что он делал но география его передвижения потрясает это и куба и египет и ближний восток и южная америка в общем-то поговаривают что его навыки военного пригодились везде известно точно ситуация что он поставлял оружие патрису ламумбе который в тот момент борел сборался в конго за власть в общем-то патрису ламумбу почитали конечно в советском союзе вы знаете даже учебное заведение имени патрису ламумбы и так в том в таком случае все таки конечно где-то кто-то прав обвиняя коэна в пособничестве левым но это далеко не это прежде всего был человек бизнесмен человек наживы а вы знаете что торговлю оружие это всегда один из самых в общем-то давайте скажем грубо прибыльных эффективных бизнесов в тройку самых прибыльных это точно входит и поэтому в общем-то ничего удивительного что коэн сумел пробраться туда но чудом он вышел из игры руководил мероприятиями своими по поставке оружия находясь копенгагене в дании вот еще один такой интересный штришок но понял что там ситуация уже наколена до предела дело пахнет керосином и он с торговли оружие подвязал вернулся в начале нью-йорк ничего там свое родное свой родной город ничего там не получив в общем-то попытался опять организовать концерты подвинул такие в калифорнию и вот тут самый интересный момент наступает что он в общем-то через своего дружка поп-художник как он назывался 50 с лишним лет марка чики вышел на фрэнка заппу фрэнку заппи на тот момент мы это рассказывали в ролике о фрэнке заппи очень был нужен менеджер он это понимал хотя в своей книжке же написал что к сожалению на свою голову нашел ферба коэна херд коэн увидел перспективу вцепился в него со страшной силой а вы знаете чтобы о нем не говорили четвертого человека потрясающе вот так вот задумался список его артистов все наши любимые скримин джей хокинс тим бакли эллис купер лени брюс линда ронстон том вейтс но но это целое созвездие вы понимаете были еще другие мало известные но это вообще-то удивительно но фактически о каждом из перечисленных у нас на канале есть ролик потому что они всегда наши какие-то топы входят но заппи вообще было интересно там несколько произошло удивительных накладок потому что представитель фирмы мэттон гондон мэр уилсон случайно попал как раз на концерт заппи с подачей коэна чтобы обговорить нюансы когда они исполняли более популярную песню а на самом-то деле них музыка была вообще сумасшедшая мы не будем повторяться пластинка которую в общем-то планировали записать дебютник запы за 5000 долларов обошлась больше 20 тысяч долларов это бюджет страшный двойник в общем сумасшедшая пластинка ну конечно тем не менее нашла своего слушателя назад обратили внимание и в общем-то запа понял что коэн из себя представляет конечно бизнесе что-то во первых он организовал им концерт встреча из 65 года во вторых организовал запись третьих они видят что мгм не выполняет свои обязательства организовали собственную вдвоем фрэнк запа херпкоин компания bizarra production которая на две компании раскололась на bizarra records и straight records в общем-то на bizarra то и запа записывался собственно но в общем-то это почему это было сделано потому что в общем-то коэну хотелось просто больше денег получать вот и все чисто бизнесной подход деловой у него еще был братец мартин по кличке остолок мартин коэн который в общем-то запа тоже он был адвокатом не очень то его и характеризовал но тем не менее поддержка была весомая конечном итоге худо-бедно они поработали в семьдесят третьем году создали еще одну компанию закрыл тег дискрит но в семьдесят шестом году окончательно разругались фрэнк запа обвинил коэна вместе с братом что они крадут его прибыль а коэн и сделали встречный иск о том что запа предоставил материалы своего нового альбома другой фирмингом записи в общем-то была страшная рубля рубня многочисленные судебные иски но в судебных то исках как раз с помощью браться кванта и купался они вообще говорили странное даже когда он работал в своих клубах он всегда при себе имел пистолет как он говорил для охраны самого себя по лос-анджелесу поговорят он мотался в грузовичке полным боевых гранат вот такие слухи то есть парень боевой с ним связываться особо никто не хотел такой вот херп коэн понимаете там боится удивительную историю вспоминал что он вообще фактически голодал на войте тоже рассказывали вот зайдя в клуб трубадур поговорю в туалет по нужде херп случайно увидел что пил то есть зацепили и пожалуйста там будет пошел в гору конечно там тоже потом возникали судебные издержки но тем не менее то есть он умудрялся давать всем дорогу был у него удивительный процесс с некой синтией пластер кастер мои как-то опоминали это лепильщицы целая секта девушек которые занимались извините пенисами рок-музыкантов делали их не гипсовые в общем-то копии и вот коэн умудрился изъять 25 образцов как говорила синтия пластер кастер чуть ли не выкрасить и сделал из них серебряные золотые такие вот муляжи подставки и вовсю продавал товар пользовался спросом в общем то чем закончился этот судейный процесс но интересно то есть коэн занимался везде где пахнет вы знаете наживой но тем не менее у него так подход был очень интересный список артистов то сам впечатляет тут возникает другой вопрос если бы это были только деньги он бы занимался наверное другой вы поп музыкой больше а так список но это далеко не поп и далеко не мешок денег деятельность он свою запой прекратил 70 в конце 70-х годов 76 году пытался заниматься некоторыми другими артистами организовывал фестивали многочисленные тут у него стрельнул один интересный момент во времена советской перестройки появилась тенденция на выезда многих наших рок-музыкантов мы только рок-музыкантов на запад разведку будем произвести покормиться как валюта в конце концов и так далее мы это рассказывали об этом неоднократно тот же петр мамонов очень интересные дела вылазки на запад и обратный был процесс тот же брайан и но даже жил в ленинграде купив там квартиру в санкт-петербурге то есть но не будем повторяться и вот предложили хербу заниматься группы автографа автограф на тот момент это был рупор но прогрессива арт советской музыки полуподпольно одно время было но тем не менее они пытались немножко заигрывать с властями для того чтобы он давали ход и ход давали ход давали в общем-то имея в составе очень классного гитариста александра ситка из вообще-то музыканты сильные вокалист который пришел позже артур беркот и вот этим составом занимался coin когда он услышал их не альбом он сказал нет нет ни в коем случае много клавишных сейчас это уже не популярно давайте в общем-то усилен гитарами и всем остальным но вот в конце концов альбом вышел провальный вышел он 90 девяностом году в общем-то но очень сильно ругался я ситковецкий а потом вообще был интересный маневр беркут по личным но своим личным возможностям и обстоятельствам остался в америке и херпкоин набрал музыкантов фактически что называется по старинке грубо сработал поставил за ним выставил петербург на аванс цену и записали там где-то целый концерт под вывеском автографа скандал был сумасшедший но coin скандалом не привыкать к сожалению такая вот интереснейшая бурная жизнь закончилась 16 марта 2010 года недалеко от сан-франциско в своем поместье coin умер в общем то это сердечная недостаточность отголоски онкологии осложнения в общем там полный букет тем не менее вы знаете как бы они не собачились с фрэнком зап с фрэнком запа фрэнк запа был человек самый тяжелый но справедливо тем не менее фрэнк очень моментами конечно ценил деятельность херпкоина как популяризатора музыки вот мы свою очередь присоединяемся популяризации такого замечательного интересного необычного человека как я бакуина послушайте что угодно того же той мвц тоже королеву кантри рока линда ронстадт великолепная певица ну и сразу я уже не говорю о фрэнке винсентовича запи должна у вас возникнуть ассоциация с таким вот интереснейшим музыкальным предпринимателем как херпкоин спасибо за просмотр всего хорошего